Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий, а вы на канале Опомнишь, на котором мы вместе вспоминаем старые, но интересные игры, фильмы, мультфильмы и сериалы. А в этом видео мы вспомним игру, которая в свое время сделала огромный вклад в жанр beat'em up. Ну а перед началом ролика, я предлагаю вам подписаться на мой канал и поставить палец вверх, если вы тоже играли в эту игру. Ну что, начнем? А помнишь, мы играли? Double Dragon – это один из основоположников жанра beat'em up. В ней впервые было возможно играть совместно со вторым игроком, а также применять различные виды оружия. Игра впервые вышла в 1987 году для аркадных игровых автоматов. Позже, через год, игра была портирована на платформу NES, и именно в нее у нас и играло большинство людей. Но главный минус версии для NES заключался в том, что совместная игра была недоступна. Позже выяснилось, что данный режим все же мог появиться в игре. Но из-за неопытности программистов компании Technos Japan Corporation, которая занималась портированием, игра получилась такая, какая есть. Изначально у игры не было какого-либо сюжета. Лишь только когда игру портировали на различные домашние платформы, завезли быстро сделанный на коленке сюжет. Причем для NES сюжет отличался от остальных платформ. Все из-за того, что не было возможности игры вдвоем. И это надо было как-то объяснить. Но сначала рассмотрим сюжет, какой он должен был быть для всех платформ, если бы не программисты из компании Technos. Итак, действия разворачиваются в постапокалиптическом Нью-Йорке, спустя пять лет после того, как отгремела ядерная война. Наши главные герои, два брата Джимми и Билли Ли живут спокойной жизнью. И вот однажды девушку Билли, Мариан, похищают банду под названием Черные войны. В обмен на девушку они требуют от братьев раскрыть секрет боевого искусства Соси Цукин, что означает «кулак-близнец», мастерами которого являются братья. И теперь им предстоит спасти девушку из лап бандитов, а также наказать обидчиков. Но это еще не все. В конце, когда все враги вроде бы побеждены, оказывается то, что в Мариан уже давно влюблен Джимми, и двум братьям приходится драться друг с другом за свою любовь. Вот такая вот история должна была быть на всех домашних платформах. Но на Несс была немного другой. Поскольку не было возможности совместного прохождения, нужно было решить, куда делся Джимми, и они ничего не придумали другого, как то, что он и является главарем преступной группировки «Черные войны». И по его приказу, Мариан, девушка Билли была похищена, так как он сам давно был в нее влюблен. Ну а в финале, Билли пришлось сражаться с братом за свою девушку. Вот так. И я считаю это полный бред. Но мы в свое время и такого сюжета не знали. Нам просто было интересно идти от уровня к уровню и мочить всех бандитов. Видимо, чтобы хоть как-то привлечь игроков играть вдвоем и разнообразить геймплей, на Несс был добавлен в меню режим «Б», который являлся как бы таким файтингом. И в него уже можно было играть вдвоем, друг против друга, но Джимми все равно отсутствовал. А сыграть нам возможно было за Билли и пятерых вражеских персонажей. Изначально в аркадной версии братьев звали Хаммер и Спайк, что переводится как «молотый шип». При портировании было решено изменить их имена на Билли и Джимми Ли. Имя Билли произошло от героя Билли Ло, которого сыграл Брюс Ли в своем последнем фильме «Игра смерти». Также фамилию взяли у самого актера. Ну а Джимми был назван в честь английского музыканта Джимми Пейджа. Игра заимела огромную популярность. В связи с этим породила несколько продолжений, ответвлений и ремейков. Перечислять из всех я не буду, так как их действительно много. Скажу лишь то, что в будущем мы еще вернемся к этой игровой серии. В 1991 году компанией Marvel была опубликована серия комиксов «Дабл Дрэгон», которая насчитывала 9 выпусков. В ней раскрывается история происхождения братьев Ли. Также с 1993 по 1995 года выходил одноименный мультсериал, который имел 2 сезона и в общей сложности 26 серий. Ну а в 1994 году вышел одноименный фильм со Скоттом Вульфом и Марком Дакаскасом в роли братьев Ли. В будущем я обязательно сделаю видео по этому фильму. Многие журналы о консольных и компьютерных играх включили игру «Дабл Дрэгон» в число лучших видеоигр всех времен. Также это сделали и многие игровые сайты, среди которых был популярный сайт GameSpot. Существуют еще мелкие факты об игре, но я нашел и отобрал для вас самые интересные. Ну а на этом у меня все. Не забывайте классику, ведь это частичка нашей жизни. Подписывайтесь на мой канал, чтобы мы вместе могли вспомнить еще огромное количество интересных игр, фильмов, мультфильмов и сериалов. Из нашего с вами детства и юности. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!